Он любит фриков, людей, которые очень любят деньги. Такой очень удобный футлярчик, розовый. Я голодный, дорогая моя, кушать есть? Девочки, с утра пораньше меня муж поздравил с 8 марта. Смотрите, какой красивый букет цветов он мне подарил. Это мои любимые цвета, сиреневые, розовые. В общем, все разноцветное, радужное, очень приятно. И пользуясь случаем, хочу всех поздравить с 8 марта. Пожелать вам счастья, здоровья. Женщины, цените себя, берегите себя. Вы знаете, что атмосфера в доме зависит от нас. Так что и наши дети будут пример брать с мамочек, с нас. Так что цените себя, уважайте, любите. Всех люблю, мои дорогие. Спасибо вам за просмотры, за подписки. И, в общем, этот букет тоже вам. Посмотрите, какой он красивый. Сейчас я ближе покажу вам. А букетик не нужно в вазу ставить. Здесь такая штучка. Всегда забываю, как она называется. Будет стоять у меня где-то неделю. Так что вот. И я, наверное, сегодня буду готовить манты. Да, наши любимые манты. Праздничное блюдо наше. Кстати, у меня такой нежный сиреневый маникюрчик. Розово-сиреневый. И вот такой вот у меня педикюрчик. Ярко такого малинового цвета. Смотрите. Очень даже красивенький. Мне на обзор отправили посылочку. Вот такие вот щеточки. И электрические зубные хапика. Сейчас я вам расскажу о них поподробнее. Производители в письме попросили при отправке посылки рассказать честный отзыв. Как оно есть на самом деле. Я заказала розовую щеточку. Конечно же, себе розового цвета. Она в футляре. Это очень даже хорошо для гигиены. И синего цвета в футляре. Это мужу. И детская вот такая вот щеточка. Тоже интересная пандочка. Такая цветная. От 3 до 10 лет. Это Лианочки или Фатиме. Если понравится, буду заказывать еще. Что я хочу сказать. Щеточки на батарейках. И самое главное преимущество у этих щеток. Представляете, можно чистить зубы без зубной пасты. Сейчас я вам покажу, как с ней пользоваться. Очень легко. Там есть включатель и выключатель. Она на батареечках. Не нужно заряжать, как другие механические щетки. Вот здесь вот такой вот механизм. Включаете. Уже с батарейками приходят. Я взяла синюю Расула. Так как он уже протестировал. Ему понравилось. Я ему доверяю. Если ему понравилось, это все. Потому что он у меня очень капризный. Насчет одежды. Вы сами знаете. Вот такая вот щеточка. Синяя. Очень даже красивая. И легкая. Самое главное. Это не те механические щетки, которые по килограмму, знаете, нужно заряжать. Она очень легкая. Вот. Так что я оставлю ссылочки в описании. Заказывайте. Кстати, я вам покажу сейчас розовую. Она тоже очень такого приятного цвета. Смотрите. Такой очень удобный футлярчик. Розовый. Очень красивый. И она вот такого цвета. Это как для него и для нее, да? Какая пара. Для молодых можно заказать спокойно на подарочек. Вот. Щеточка вот такая. Вот гарантия 12 месяцев. Каждые 3 месяца нужно менять насадку. Вы знаете, что я сейчас сделала? Я пошла и протестировала на зубках своих. Мне, честно, очень щеточка понравилась. Потому что она вверх-вниз так очищает хорошо. Зубки чистенькие. Так вот, японская электрическая звуковая ионная щетка мне нравится. Так что заказывайте. Я оставлю ссылки на щетки в описании и в закрепленном комментарии. Так что смотрите. Просто зайдите в каталог, посмотрите. Щеточки не такие дорогие. И хочу вас попросить, чтобы вы подписались на мой канал. Те, кто не подписан, кто смотрит без подписки, пожалуйста, подпишитесь. Ставьте лайки, пишите комментарии. У меня канал очень даже интересный. Я смотрю свои видео с удовольствием, пересматриваю. Просто YouTube не рекомендует образцовые семьи. Он любит фриков. Людей, которые очень любят деньги. И которые за деньги, можно сказать, позорят семью, детей. В общем, не уважаю такие семьи. И вы тоже, пожалуйста, не смотрите такие семьи. Смотрите хорошие семьи, уважаемые. Очень мало на канале знаете таких хороших семей, с которых можно брать пример. Но есть такие каналы. И знаете, просмотры у них от 100 тысяч. Я приглашаю всех на свой канал. Так что подписывайтесь. И самое главное, мы показываем на своем канале, как мы растим детей в любви, в уважении. И чтобы они в дальнейшем тоже были такими хорошими людьми. Хорошими в каком плане? Чтобы они относились к людям тоже с уважением. Чтобы они знали, как они будут относиться к людям в дальнейшем. Так и люди к ним будут относиться. Какой привет, такой ответ. Как говорится по жизни. Бумеранг, он существует. Так что нужно относиться хорошо к людям. Чтобы люди тоже к вам хорошо относились. Но знаете, не всегда вот это работает. Есть люди адекватные. Когда к ним хорошо относишься. Они тоже в ответ хорошо к вам относятся. Поддерживают отношения. А есть такие люди, которые не понимают хорошего. И вы знаете, я очень часто с этим сталкивалась. Есть такие люди, которые любят, чтобы их гнобили. Немножко, знаете, так в психологии я понимаю. Мне очень интересна такая вот тема мировоззрения человека. Мне нравится наблюдать за людьми. Как они себя будут вести в той или иной ситуации. Но мне это очень интересно. И вообще, когда я еще не была замужем. Я анализировала вот такими иными ситуациями. И хорошо относилась к людям. Если они не понимают, тогда уже по-плохому. Они уже менялись, знаете, в такую лучшую сторону. Они прям наоборот тянулись. А когда относишься хорошо к человеку. Есть вот такие люди, я же говорю. Ну, наверное, потому что они не уважают себя. Поэтому они любят, когда с ними жестко. Такие люди, они закомплексованные. Они не любят к себе хорошего внимания. Они не любят себя. Вот такие вот люди есть. Вот к чему я это? Я просто буду сейчас выражать свои мысли. О чем я думаю. Потому что, наверное, скучно. Вот эта однаготовка. Дети, выезды и все такое. Хотя у меня во влогах все. И готовлю, и выезжаю. Просто я вот так вот не болтаю. Потому что на это у меня времени очень мало. Но я буду теперь говорить то, что я думаю. Так что подписывайтесь. Ставьте лайки. Пишите комментарии. Так. Вот такие вот дела. Подписывайтесь. И еще напишите в комментарии. Действительно были ли у вас такие люди, которые не терпят хорошего отношения. С которыми надо жестко тогда не тянутся к вам. Вот. Просто я не хочу, знаете, вот себя показывать с какой-то негативной стороны. Вот. Но люди то, что хотят, они то и получают. Вы знаете, по жизни. Всем приветик, мои дорогие. Сегодня у меня на обед уйгурские манты. Это дрожжевое тесто с цельнозерновой мукой. И обычной мукой, да, высшего сорта. Так полезнее. Еще раз объясняю. Кто не понял, так полезнее получается для желудка. Вот. Вот мой фарш. Здесь говядина, картошка, лук, бараний жир, специи, ореховая трава, яйцо. Немножко водички. Молодцы. Вот девочки говорят, все игрушки собрали в детской. Видите, как они немножко раскрываются. Сейчас буду ставить на газ. Будут такие пушистые, вкусные уйгурские манты. Они, знаете, такие нежные, чем обычные манты. Пушистые. И детям очень нравятся. А вот Мансурик что делает. Посмотрите. Все машинки роняет. Он играет вот так. Вот это его дорога. Любимое место игр. Я голодный, дорогая моя. Кушать есть? Я сегодня приготовила уйгурские манты. Смотрите, какие они пушистые. Красивые получились. Два яруса уйгурских манты и обычные манты. Тоже на подходе. Сейчас покажу. Какой? Уйгурский? Да, уйгурские манты дрожжевые. А это обычное тесто. Но не скажу, что обычное на цельнозерновой муке. Вот такие вот манты с говядиной. Это порция Мансурчику. Если он еще захочет, будет добавка. Здесь у меня сметана, майонез. А тут у нас с чесноком. Сметана и майонез. Вкусный соус. Именно вот под манты. Сейчас закрутим и все. Мансу, колобочки твои любимые. Да. А это порция девочка. Ну, они очень вкусные получились. Прям ням-ням-ням. Фатима. Лиана. Сейчас вилочки дам. Прям ням-ням-ням.